ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ РОССИИ Транспортно-выставочного комплекса «Россия», расположенного на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова в Жуковском. Зрители наблюдали полеты 173 единиц отечественной и зарубежной авиационной техники. Пожалуй, столь масштабной и насыщенной летной программы еще не было в истории современной России. Авиационный праздник открывают парашютисты. В составе 10 человек они десантируются с борта самолета Л-410. Трое спортсменов развернули в небе гигантские флаги России, Военно-воздушных сил и Министерства обороны. К аэродрому подходят две группы самолетов. Впереди шестерка штурмовиков Су-25БМ. Эти самолеты из 4-го государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний имени Чкалова, расположенного в городе Липецке. Штурмовики выполняют проход на высоте 300 метров на скорости 550 километров в час с дымами, символизирующими цвета государственного флага России. Ведущий группы – летчик-снайпер полковник Александр Котов. Следующий подходит уникальная группа истребителей и штурмовиков в составе 21 самолета. Они образуют строй с изображением числа 100. Первая цифра состоит из пятерки самолетов Су-27СМ-3. Вторая – из восьми штурмовиков Су-25СМ. И крайняя цифра – истребители МиГ-29СМТ. Это новейшие модификации авиационной техники, поступившие на вооружение военно-воздушных сил России в последние годы. Головной Су-25 пилотирует ведущие группы военный летчик первого класса подполковник Александр Коноваленко. Авиационный праздник продолжается двухчасовой программой «Легенды мировой авиации». Организатором авиашоу выступил фонд «Крылатая память Победы» под руководством Бориса Осетинского. Впервые в Жуковском проходит столь массовый показ ретро-самолетов из России и стран Западной Европы. Последние прилетели из Австрии, Великобритании, Франции, Швейцарии и Швеции. Открывает программу шведский биплан «Туммелиса». Он был сконструирован в 1919 году на основе французского «Ньюпор». Одноместный самолет предназначался для тренировки пилотов шведских военно-воздушных сил. Этот самолет является реткой. Его построил владелец коллекции ретро-самолетов Микаэль Карлсон из Швеции. В кабине «Туммелисы» летчик Бенгт Андерсон. В воздухе разворачивается воздушный бой между «Туммелиссой» и немецким трипланом «Фокер-Драйдеккер». Пилотирует триплан сам владелец коллекции Микаэль Карлсон. «Драйдеккер» известен благодаря легендарному «Красному барону» немецкому асу Первой мировой войны Манфреду Рихтгофену. «Фокер-Драйдеккер» также является репликой. Микаэлю Карлсону потребовалось три с половиной года на его постройку. «Красный дождь» «Красный дождь» Воздухе истребитель И-15 БИС. Предшественник этой модификации И-15 был разработан под руководством выдающегося авиаконструктора Николая Поликарпова. В 1935 году на авиационной выставке в Милане И-15 официально был признан лучшим истребителем в мире. И-15 БИС выпускался серийно с 1938 года. Хотя в конце 30-х он уже считался устаревшим, этот БИПЛАН воевал в небе Испании и Китая, а также участвовал в конфликте на Хелхинголе и в войне с Финляндией. Пилотирует истребитель Олег Федоров. Одним из вариантов И-15 БИС являлся учебный самолет ДИТ, что сокращенно означает «двухместный истребитель тренировочный». Всего было построено только три экземпляра этой машины. Интересно, что именно на таком самолете проходил обучение будущей командующей авиацией Московского военного округа сын Иосифа Сталина Василия. Эта реплика, как и копия И-15 БИС, была построена на фирме «Авиареставрация» в Новосибирске. Сейчас оба самолета являются украшением коллекции музея Вадима Задорожного. В кабине Биплана ДИТ летчик Владимир Артикульный. «Авиареставрация» Взлетает пара легендарных «По-2». Авиаконструктор Поликарпов разработал этот самолет в 28-м году. Его первое название — «У-2», что означает «учебный». Действительно, этот Биплан стал летающей партой для десятков тысяч военных и гражданских летчиков. В годы Великой Отечественной у него появилась еще одна профессия — легкий ночной бомбардировщик. «По-2» также служил в сельскохозяйственной и полярной авиации, использовался как почтовый и санитарный в труднодоступных районах Советского Союза. Это был один из самых массовых самолетов всех времен и народов. По некоторым данным, их было выпущено около 40 тысяч. Самолеты пилотируют летчики Андрей Волков и Александр Курылев. Воздухе истребитель МиГ-3. С первых дней войны МиГи приняли на себя главный удар фашистской авиации. На этой машине начал свой боевой путь прославленный ас, трижды герой Советского Союза Александр Покрышкин. Истребитель демонстрирует фигуру высшего пилотажа. Петли, боевые развороты, бочки. Трудно поверить, что этот самолет в 2005 году был извлечен из болота. Как удалось выяснить по архивным документам, на этом МиГе воевал командир звена 122-го истребительного авиаполка, лейтенант Юрий Алексеев. 15 августа 1942 года в ходе боев за Ржев самолет был сбит в воздушной схватке с двумя мессершмиттами в районе города Зубцова. В ходе многолетней работы сотрудники фонда «Крылатая память победы» восстановили уникальный раритет долетного состояния. МиГ-3 пилотирует летчик-испытатель первого класса Владимир Барсук. Взлетает Як-9УМ. Як-9 называли «самолет-солдат». Это был самый массовый истребитель периода Великой Отечественной войны. С 1942 года было построено свыше 16 тысяч экземпляров. В течение войны самолет непрерывно совершенствовался и имел множество модификаций. Одна из них, Як-9У, отличалась улучшенной аэродинамикой и более мощным двигателем. Эта реплика истребителя модификации Як-9УМ прилетела из Швейцарии. На борту самолета – эмблема ассоциации летающих истребителей. Самолет изготовлен на Оренбургском заводе «Стрела» в 1999 году. Он оснащен американским двигателем «Алисон» в Риме Второй мировой войны. Такие же двигатели ставились на американских истребителях «Аэрокобра». К сожалению, оригинальных, работоспособных моторов, которыми оснащались Яки, в нашей стране не сохранилось. В воздухе еще один истребитель Яковлева – Як-3У. Реплика этого самолета оснащена поршневым двигателем с воздушным охлаждением «Прат-Эндуитни». Для любителей авиации может показаться странным наличие на Як-3 такого мотора. Как известно, эти истребители выпускались с двигателями жидкостного охлаждения. Но такая версия машины тоже существовала. Она была создана в самом конце войны с мотором конструктора Швейцова. Построили и испытали только один экземпляр самолета. До серийного производства дело не дошло. Эта машина прилетела из Франции. Самолет базируется на аэродроме «Ла Ферте-Але», что находится в 50 километрах южнее Парижа. Оба истребителя Яковлева – Як-9УМ и Як-3У – пилотирует полковник в отставке Джек Крайн. На счету у 68-летнего ветерана ВВС Франции 15 тысяч часов налета и 42 типа летательных аппаратов. В 76-м году он выступал солистом в составе пилотажной группы «Патруль де Франс». Еще один самолет из Франции. Лучебно-тренировочный Як-11 был спроектирован на основе Як-3У после войны. Машина дала путевку в небо тысячам пилотов, в том числе и в зарубежных странах. Этот экземпляр был произведен в Чехословакии и поставлен в ВВС Египта. Як-11 оставались на вооружении этой страны до конца 70-х годов, а затем были складированы в ангаре на одной из авиационных баз. Там их обнаружили французские коллекционеры ретро-самолетов. Они договорились с египетским правительством о покупке около 40 списанных машин. В настоящее время многие из них реставрированы, проданы частным владельцам и летают по всему миру. Пилот Элайан Капел – один из таких счастливых обладателей краснозвездного Як-11. Воздухе легенда Второй мировой войны. «Истребитель Харрикейн». Харрикейн был разработан английской фирмой «Холкер» в 1934 году. Боевая карьера истребителя началась с первых дней Второй мировой войны. Он был участником знаменитой битвы за Британию, воевал в Северной Африке. С осени 1941-го Харрикейны поставлялись в Советский Союз. Они сражались сначала на Северном, а потом и на других фронтах. Советские летчики дали ему прозвище «Горбатый» или «Харитон». Всего в СССР было поставлено 3000 машин. Этот экземпляр был построен в 1942 году в Канаде и использовался в тренировочной эскадрине ВВС «Тон». В настоящее время истребитель входит в коллекцию исторических самолетов, базирующихся на аэродроме «Даксфорд» в Англии. В кабине истребителя — пилот Дэйв Харли. П-40 «Киттихок» — это один из наиболее известных самолетов периодов Второй мировой войны. Истребитель был разработан американской фирмой «Кертис Райт». Поступил на вооружение ВВС США в 1939-м. В общей сложности построили около 15 тысяч истребителей различных модификаций. Самолеты находились на вооружении 26 стран. Во время Великой Отечественной войны больше двух тысяч машин было поставлено в СССР по лингвизу. На самолете «Киттихок» в своем последнем воздушном бою погиб советский ас Борис Сафонов. Он был первым, кто дважды достоился звания Героя Советского Союза за боевые заслуги Великой Отечественной. Этот экземпляр самолета был построен в 1942 году и принимал участие в боевых действиях со стороны США на Дальнем Востоке. Спустя 30 лет его нашли на заброшенном аэродроме в Новой Гвинеи. В настоящее время «Киттихок» — украшение французской коллекции летающей боевые самолеты Франции. Пилотирует истребитель Эрик Андерсон. Еще один самолет, прилетевший из Франции. Американский истребитель «Норд Американ П-51 «Мустанг». В кабине истребителя пилот Джордж Перес. С начала 1944 года «Мустанги» использовались как самолеты-разведчики и истребители прикрытия дальних бомбардировщиков, наносивших удары по территории Германии. Возможность установки дополнительных топливных баков и отличные высотные характеристики делали их лучшими истребителем эскорта того времени. Этот экземпляр был выпущен в 1945 году. В боевых действиях он не участвовал. После армейской службы в 1959-м был продан частным лицам, выступал на многочисленных авиашоу в США и побывал в двух авариях. На «Мустанг» нанесены персональные эмблемы американского аса майора Леонардо Киткарсона, сбившего 18 самолетов противника. Ф-4У «Корсар» Американской фирмы «Чанс Волт» — одноместный палубный истребитель. Особенность конструкции этого самолета — сильно изогнутое складывающееся крыло типа «Обратная чайка». Начиная с середины 1943 года, «Корсары» принимали участие во всех крупных операциях США на Тихом океане. «Корсар» состоял на вооружении двух десятков стран. Он являл собой пример рекордного долголетия. В Сальвадоре, Никарагуа и Аргентине он перестал эксплуатироваться только в начале 70-х годов. Этот экземпляр «Корсара» был выпущен в 1945-м и в боевых действиях не участвовал. В 1960-х он состоял на вооружении ВВС «Гондураса». После смены ряда частных владельцев он вошел в коллекцию «Летающие быки» австрийской компании «Рэдбулл». Пилотирует самолет Патрис Маршасон. Еще один самолет из коллекции «Летающих быков» — двухмоторный бомбардировщик среднего радиуса действия «Б-25 Митчо». Самолет также поставлялся по программе «Ленд-Лиз» в Советский Союз. Почти 70 лет назад с территории аэродрома, где сегодня проходит праздник авиации, «Митчеллы» со звездами на крыльях взлетали для выполнения боевых заданий в тылу противника. Всего советским ВВС было поставлено 807 бомбардировщиков «Б-25» различных модификаций. Самолет, участвующий в программе «Летающие легенды мировой авиации», был выпущен в 45-м году на авиазаводе в Канзас-Сити и состоял на вооружении военно-воздушных сил США до 1958 года. Затем был передан в частный рак. «Митчелл» пополнил коллекцию «Рэдбулл» в 97-м и с тех пор является главным украшением авиашоу с его участием. За штурвалом бомбардировщика Даниэль Анжера. Взлетает американский палубный бомбардировщик-торпедоносец «Эвенджер» фирмы «Грумэн». Пилотирует машину Даниэль Кодлетт. «Эвенджер» являлся одним из самых больших одномоторных самолетов Второй мировой войны. Эти торпедоносцы – настоящие герои сражений на Тихом океане. На их счету не один потопленный линкор и авианосец Японии. Одним из пилотов «Эвенджеров» был будущий президент США Джордж Буш-старший. 2 сентября 1944 года его самолет был сбит над островом Титидзима. Буш был единственным членом экипажа, которому удалось спастись. История этого «Эвенджера» также берет начало в 1945 году. Он был построен на авиазаводе в Трентоне, штат Нью-Джерси. До 1958 года он состоял на вооружении флота США. Затем им владели частные лица из Америки и Великобритании. С 2006 года он находится в частной коллекции в Швейцарии. Т-6 «Тексан» — американский учебный самолет. Во время Второй мировой войны он использовался для обучения летчиков-истребителей военно-воздушных сил союзников. Несколько десятков самолетов было поставлено по Ленд-Лизу и в Советский Союз. Серийное производство «Тексанов» началось в 1937 году в Соединенных Штатах. Некоторые модификации выпускались в Канаде. В общей сложности было построено 15,5 тысяч самолетов. Это машина канадского происхождения. Модификация выпускалась фирмой «Нурдин» и имела обозначение АТ-16 «Харвард». Самолет перелетел из Швеции. Летающая амфибия «Пи-Биуай Каталина» прилетела из Англии. Место ее постоянной дислокации — аэродром «Даксфорд». Пилотирует земноводную красавицу Рашил Мойс. Назначение этого самолета — морской патруль и бомбардировка. Во время войны «Каталина» активно использовались союзниками на всех морских театрах военных действий. По Ленд-Лизу эти самолеты поставлялись в Советский Союз. Но еще до войны в СССР было налажено лицензионное производство амфибий. Здесь они назывались ГСТ, то есть гидросамолет-транспортный. Каталина, прилетевшая на праздник, настоящий ветеран войны. Она была построена в 43-м году на заводе «Виккерс» в Канаде. Поступив на вооружение королевских ВВС страны, она участвовала в патрулировании побережья и в поисках японских подводных лодок. В небе трудяга воздушного океана «Дуглас Си-47» «Скайтрейн». Этот американский военно-транспортный самолет был разработан на базе пассажирского DC-3. «Скайтрейн» широко применялся во Второй мировой войне, а после ее окончания долгое время оставался на вооружении многих стран мира. Отдельные экземпляры продолжают эксплуатироваться до сих пор. В Советском Союзе лицензионная версия самолета DC-3 выпускалась под названием Ли-2. Эта машина выпущена в 45-м году в Оклахоне. На протяжении 30 лет она служила в королевских ВВС Канады. Самолет имеет 18 тысяч часов налета и пролетел около 5 миллионов километров. Это 125 витков вокруг земного шара. Больше 10 лет транспортник эксплуатировался в Африке. Поэтому на его борту название «Королева Конга». За штурвалом Дугласа швед Оки Янсон. Владелец этого воздушного судна на протяжении последних 30 лет. В небе Жуковского снова слышен свист турбин одного из лучших реактивных истребителей первого поколения МиГ-15. В воздухе учебно-тренировочный МиГ-15 УТИ. Истребитель был произведен в Чехословакии и летал в Калужском учебном центре ДОСААФ. В 81-м году был списан. В середине 90-х энтузиасты спасли его от участи большинства самолетов. Разделки на металлолом. Позже МиГ попал в КБ «Авион» на восстановление. По разным причинам работы затянулись почти на 10 лет. Самолет сменил нескольких владельцев, но все-таки дождался возвращения в небо. Восстановленный самолет снова поднялся в воздух 1 августа 2011 года на аэродроме «Двоевка» под Вязьмой. Управлял МиГом заслуженный летчик-испытатель Ильдус Керамов. Он же пилотирует эту машину на празднике военно-воздушных сил. Завершает показ программы легенды мировой авиации знаменитый аэроплан «Балерио-11». На таком же самолете французский авиатор Луи Блерио больше ста лет назад впервые в истории авиации перелетел через пролив Ла-Манш. Моноплан в течение 10 лет производился в нескольких странах. Их было выпущено около ста штук. Аппарат, который сейчас находится в воздухе, был сделан в Швеции в 1912 году. В 80-е годы он был восстановлен пилотом Микаэлем Карлсоном. Самолет оснащен оригинальным 7-цилиндровым двигателем «Гном Омега» в 50 лошадиных сил. Скорость самолета всего 75 км в час. Серийный выпуск этой модели был налажен и в России. «Балерио-11» и «Форман-4» были первыми самолетами, поступившими на вооружение русского императорского военно-воздушного флота. Благодаря самоотверженной работе многих людей впервые стало возможным продемонстрировать в небе Жуковского такое количество летающих легенд российской и зарубежной авиации. Для многих тысяч зрителей это стало незабываемым подарком. Продолжается программа праздника «Общее небо». На старт выруливает сверхманевренный многоцелевой истребитель Су-35. В кабине самолета герой России, заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан. После разбега и взлета самолет совершает стремительный набор высоты, а затем выполняет петлю малого радиуса. Уникальная маневерность Су-35 стала возможна благодаря мощным двигателям с управляемым вектором тяги. Су-35 относится к самолетам поколения 4++. Это означает, что по совокупности своих характеристик он вплотную приближен к истребителю пятого поколения. Отличительными особенностями этой машины являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующая система бортового оборудования, а также новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой. Су-35 совершил первый полет в феврале 2008 года. К 2015-му компания «Сухой» должна поставить Министерству обороны 48 истребителей данного типа. Министерству обороны 48 истребителей данного типа. К аэродрому Лии имени Громова подходит пятерка альбатросов Л-39 эскадрильи «Русси». Пилотажный порядок – племя. Ведущий группы – Анатолий Мурунько. Пилотажная группа «Русь» показывает специальную программу в честь столетия военно-воздушных сил России. В этом году группа отмечает свой юбилей. Она была образована в Вяземском учебном авиационном центре ДОСААФ в 1987 году, ровно 25 лет назад. Показательная программа представляет собой красочный воздушный спектакль, состоящий из группового и одиночного пилотажей. Различные построения, эффектные распуски, полеты на предельно малых высотах и в плотных порядках – небо, расчерченное дымами. Все это незабываемое воздушное шоу, которое четверть века «Русь» дарит всем, кто влюблен в авиацию. Пилоты работают на предельных режимах самолета Л-39. Во время выполнения некоторых элементов расстояние от крыла до крыла сокращено до одного метра, а перегрузки достигают предельных значений для самолета – 8 единиц. Реактивный учебно-тренировочный Л-39 является одним из лучших и самых массовых самолетов в своем классе. «Альбатрос» разрабатывался чехословацкой фирмой «Аэроводоходы». То, что делают вяземские летчики на этих машинах, в свое время вызвало шок и удивление чешских конструкторов. Никто и предположить не мог, что на этих самолетах можно делать восходящие штопорные бочки. А про знаменитый «Колокол» и говорить не приходится. Эта фигура и сегодня не подвластна многим зарубежным истребителям. Редактор субтитров А.Семкин Вертолет «Ми-2» выполняет горку с зависанием и вращением на 360 градусов. Машину пилотирует тренер сборной команды России по вертолетному спорту, начальник Центрального аэроклуба имени Чкалова ДОСААФ Гарри Георков. С 1987 года он член сборной команды СССР. С 96-го тренер сборной России. Имеет общий налет более 7 тысяч часов. Гарри Георков один из немногих вертолетчиков, которые выполняют сложнейший пилотаж на «Ми-2». В своей летной программе чемпион мира по высшему пилотажу выполняет такие фигуры, как нисходящая спираль, воронка на хвосте и на носу, горка с разворотом вправо и влево, боевые развороты, полет хвостом вперед. А эта фигура пилотажа получила название «Гусь». Заревшается полет учтивым поклоном зрителям. К аэродрому в строю «Пеллинг» подходит пилотажная группа «Беркуты» на шести вертолетах «Ми-28Н». Ведущей группой заслуженный военный летчик России полковник Евгений Галкин. Группа выполняет перестроение в пилотажный порядок «Треугольник». «Беркуты» — единственные, кто выступает на боевых вертолетах. Летчики выполняют полет на максимально коротких дистанциях. Расстояние между винтами всего 10 метров. Пилотажная группа была создана в 92-м году в центре боевого применения и переучивания летного состава расположенного в городе Торжок. «Беркуты» совершают распуск и по касс продолжают четыре вертолета. МИ-28 — ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника в условиях активного огневого противодействия. Машина была разработана в ОКБ имени Миля. Опытный образец совершил первый полет в 82-м году. Впоследствии на базе вертолета МИ-28 была создана его модификация МИ-28Н — «Ночной охотник», способная действовать днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, в непосредственной близости от Земли и естественных укрытий. МИ-28 — «Ночной охотник» МИ-28 — «Ночной охотник» На спортивном самолете Су-31 свое мастерство показывает самая титулованная летчица за всю историю мировой авиации. Многократная чемпионка мира, Европы и России Светлана Копанина — «Королева небес». Так прозвали ее коллеги-летчики. Спортивно-пилотажный самолет Су-31 совершил свой первый полет в 92-м году. А с 94-го на чемпионатах по высшему пилотажу на нем успешно выступает национальная сборная России. Предельная перегрузка для этого воздушного акробата 23 единицы. Спинка кресла пилота расположена с наклоном таким образом, что позволяет летчику при пилотировании выдерживать перегрузку от плюс 12 до минус 10 единиц. Всех со столетиям ВВС, с дорогим для нас праздниками. Желаю, чтобы наши вооруженные силы всегда пропитали, были лучшими в мире. Желаю, чтобы наша авиация всегда была на высоте. Лучшие самолеты выпускались только у нас. Лучшие летчики всегда будут ездить и будут только у нас. Я всех поздравляю. Пусть наши дети приходят в авиацию. Пусть наше правительство за это платит. Я вас всех люблю. Спасибо. Приходите, смотрите. Мы летаем для вас. К аэродрому приближается колонна самолетов дальней авиации. Первыми проходят сверхзвуковые бомбардировщики с изменяемой стреловидностью крыла Ту-22М3. Каждый из этих самолетов может нести до трех авиационных управляемых ракет класса воздух-поверхность, а также бомбы на внутренней и внешней подвеске общей массой до 24 тонн. Боевой радиус с нагрузкой 12 тонн – 2400 километров. Экипаж Ту-22М3 – 4 человека. Возглавляет группу военный летчик первого класса подполковник Олег Дойников. В небе турбовинтовые стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Эти машины предназначены для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в тылу противника. Вооружение ракетоносца составляют 6 авиационных крылатых ракет. Общая масса боевой нагрузки – 20 тонн. Практическая дальность полета самолета без дозаправки топливом в воздухе составляет 10300 километров. С дозаправкой неограничено. На стратегическом ракетоносце Ту-95МС установлен рекорд продолжительности полета – более 42 часов. Ведущий группы – летчик-снайпер-полковник Юрий Пелин. Над аэродромом сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160. Этот самолет является самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым ракетоносцем. Он обладает крупнейшей среди бомбардировщиков максимальной взлетной массой и боевой нагрузкой. Внутри Ту-160 размещаются 12 авиационных крылатых ракет. Практическая дальность полета самолета – 13200 километров без дозаправки топливом в воздухе. С дозаправкой неограничено. За красоту и изящество линии обводов фюзеляжа пилоты называют Ту-160 «белым лебедем». Многие российские стратегические ракетоносцы носят собственные имена. В строю прошли самолеты Валерий Чкалов, Павел Таран, Виталий Копылов. Ведущий группы – летчик-снайпер, полковник Андрей Малышев. К взлету готовится пилотажная группа итальянских ВВС «Фречо Триколорик». Разноцветными дымами пилоты приветствуют зрителей. В кабине ведущего самолета с номером 1 – командир пилотажной группы полковник Марко Ланд. Название итальянских пилотажников переводится как «трехцветные стрелы». Летчики летают на учебно-тренировочных самолетах Аэромаки МБ-339. Показательную программу открывает плотный строй из десяти самолетов. Затем группа разделяется на «девятку» и «солиста», который заполняет паузу при перестроении группы вне аэродрома. «Девятка» в свою очередь разделена на два звена – «пятерку» и «четверку», которые выполняют собственные элементы программы. «Фречо Триколори» была основана в 61-м году. С самого начала к полетам в ней допускались только самые опытные летчики с налетом не менее тысячи часов. Состав группы постоянно меняется, поскольку служба в ней считается чем-то вроде курса совершенствования летного мастерства. Летчик летает в группе в среднем пять лет, занимая различные места в стройке, после чего возвращается в свою часть. Каждый год в группу приходят один или два новых пилота, отобранных из 15-20 кандидатов. За летный сезон с апреля по октябрь включительно «Фречо Триколори» дает до 40 показательных выступлений, по всему миру. Годовой налет каждого летчика составляет около 300 часов. Описать пилотажный комплекс группы почти невозможно, настолько он разнообразен. Яркая цветная феерия, пожалуй, именно так можно назвать выступление итальянцев. Субтитры создавал DimaTorzok 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 К летному полю аэродрома Раменское подходит колонна самолетов военно-транспортной авиации. Первый летит группа в составе трех бипланов Ан-2. Первый кукурузник поднялся в небо в далеком 1947 году. Разработан он был в опытном конструкторском бюро Антонова. Ан-2 — единственный в мире летательный аппарат, производство которого продолжалось более 45 лет. В настоящее время самолет по-прежнему востребован и реализуются планы по его глубокой модернизации. Ведет группу военный летчик первого класса майор Андрей Лапин. В воздухе военно-транспортный самолет Ан-26. Эта машина предназначена для перевозки грузов и десантирования войск. Дальность действия транспортника — до 2000 километров. Ан-26 является грузовой модификацией пассажирского самолета Ан-24. Серийная машина совершила первый полет в 1970 году. Всего было построено более тысячи самолетов. Ан-26 пилотирует летчик первого класса майор Алексей Масачев. Над летным полем аэродрома появляется новый турбовинтовой самолет Ан-140. Он предназначен для пассажирских и грузопассажирских перевозок на расстояние до 3700 километров. Машина разработана для замены парка устаревших Ан-24 и Ан-26. Серийное производство Ан-140 был запущен в 2002 году. Пилотирует самолет летчик первого класса подполковник Олег Малкин. В небе над аэродромом проходит легенда военно-транспортной авиации — Ан-12. Машина предназначена для перевозки и десантирования войск, грузов и военной техники массой до 20 тонн. Впервые Ан-12 взлетел в Иркутске в 1957-м. А уже через два года самолет стал поступать на вооружение военно-транспортной авиации СССР. Ан-12 был самым массовым военным транспортником Советской Армии. Эта машина эксплуатируется и по сей день. Пилотирует самолет летчик первого класса майор Сергей Свишников. А теперь давайте насладимся гулом двигателей тяжелого турбовинтового транспортного самолета Ан-22 — Антей. Ан-22 предназначен для перевозки на большие расстояния тяжелой и крупногабаритной боевой техники и войск, а также для десантирования их парашютным и посадочным способом. В свое время Антей являлся крупнейшим самолетом в мире. На нем установлен 41 мировой рекорд. Ан-22 является единственной машиной, способной приземляться с тяжелым грузом на грунтовые взлетно-посадочные полосы и взлетать с них. Первый полет Антей совершил в 1965 году. На Ташкентском авиазаводе было выпущено 66 самолетов. Самолет пилотирует летчик первого класса майор Сергей Шмаков. Над летным полем дальний военно-транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан». Взлетная масса этого гиганта составляет около 400 тонн. Этот тяжеловоз предназначен для доставки войск, боевой техники и вооружения из глубокого тыла на театры военных действий. Самолет способен перевести крупногабаритный груз в любую точку земного шара. На Ан-124 был установлен 21 мировой рекорд. На вооружение военно-транспортной авиации СССР самолет поступил в 1987 году. Всего было построено 56 машин. Пилотирует «Руслан» военный летчик первого класса подполковник Александр Жарников. После отрыва от взлетной полосы французский многоцелевой истребитель «Рафаль» совершает разгон для выполнения энергичного вертикального набора высоко. Истребитель пилотирует капитан Мишель Брокарт. Он уже второй раз показывает свое летное мастерство в небе Жуковского. Капитан Брокарт был участником авиасалона «Макс» в 2011 году. Форсаж, скорость и малое удаление от зрителей – вот секрет зрелищности выступления французского пилота. На «Рафале» – эмблемы авиаполка «Нормандия-Неман». Легендарный полк в июне этого года был заново введен в боевой состав по требованию общественности. Напомним, что полк был расформирован три года назад. Теперь «Нормандия-Неман» дислоцируется на авиабазе «Мон-де-Марсам» имени Константина Розанова. Любопытно, что аэродром получил свое название в честь знаменитого французского летчика-испытателя «Выходца из России». Пионер реактивной авиации Розанов был шеф-пилотом фирмы «Дасо Авиасио». «Рафаль» – последний разработанный этой знаменитой фирмой истребителем. На празднование столетия российских ВВС прилетело два «Рафаля». Один из них по обыкновению оставался на земле в качестве запасного. Интересно, что запасная машина участвовала в боевых операциях в Ливии. В 2012 году авиаполк «Нормандия-Неман» отмечает свое 70-летие. На следующий день после завершения авиашоу пара «Рафалей» в сопровождении спарки Су-27УБ русских витязей совершила полет памяти по маршруту аэродромов базирования легендарного авиаполка. В воздухе самолет Л-410 производства Чехии. Он предназначен для перевозки пассажиров и грузов на местных воздушных линиях. В военно-воздушных силах Российской Федерации Л-410 используется для первоначального обучения летчиков военно-транспортной авиации, а также для перевозки пассажиров и грузов на расстояние до тысячи километров. Также машина применяется для выброски парашютистов. Пилотирует самолет военный летчик первого класса майор Дмитрий Тверидин. К аэродрому приближается самолет Ту-134УБК. Машина была создана на базе пассажирского лайнера и предназначена для подготовки летчиков и штурманов дальней и морской авиации. На самолете в носовой части фюзеляжа установлено оборудование, такое же, как на бомбардировщике Ту-22М3. Это позволяет проводить обучение и тренировки экипажей с максимальной эффективностью. Пилотирует самолет летчик первого класса майор Александр Ильтубаев. Над летным полем проходит группа военно-транспортных самолетов Ил-76МД. Машины следуют в полетном порядке Клин на интервалах и дистанциях 100 метров. Ил-76МД является основой военно-транспортной авиации России. Самолет обладает уникальными характеристиками, позволяющими экипажам решать практически любую транспортную или десантную задачу. Грузоподъемность Ил-76-го составляет 40 тонн. Ведущий группы — летчик первого класса полковник Игорь Грибан. В небе Ил-80 — воздушный командный пункт. Он разработан в конце 80-х годов в конструкторском бюро Илюшина на базе пассажирского аэробуса Ил-86. Самолет предназначен для повышения устойчивости и непрерывности управления группировками войск на стратегических направлениях. Летающий штаб оснащен системой дозаправки топливом в воздухе. Пилотирует самолет летчик-испытатель первого класса полковник Игорь Волощук. К аэродрому подходит самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Самолет создан на базе Ил-76МД и состоит на вооружении военно-воздушных сил с 85-го года. А-50 служит летающим пунктом наведения, радиолокационным постом и командным пунктом. Он может обнаруживать и контролировать одновременно несколько десятков воздушных целей, в том числе низколетящих. Пилотирует самолет военный летчик первого класса подполковник Сергей Глазунов. К взлету готовится пилотажная группа королевских ВВС Великобритании «Рэд Эрроуз» — «Красная стрела». Командир эскадрильи и пилот самолета номер один — Джин Тернер. Английские летчики впервые прилетели в подмосковный Жиповский. Окраска самолетов пилотажной группы соответствует военной форме эпохи королевы Виктории — «Красный мундир» с «Белой портупелью». Обычно «Красные стрелы» выступают на девяти самолетах. Но, к сожалению, в летной программе праздника группа участвовала в неполном составе. У одного из пилотов заболел ребенок, и он был вынужден вернуться домой. География выступления «Рэд Эрроуз» охватывает 58 стран. Они пользуются колоссальной популярностью и по праву носят неофициальный статус пилотажной группы номер один в мире. В России «Рэд Эрроуз» выступали только один раз. В 1996 году они были приглашены на авиабазу «Кубок». «Рэд Эрроуз» выступали только один раз. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Визитной карточкой группы является фигура «Пронзенное сердце». Летчики ее придумали в знак уважения к принцессе Диане. В настоящее время Red Arrows переживает сложный период. В прошлом году произошла череда тяжелых авиапроисшествий. В августе во время выступления на авиашоу погиб один из пилотов группы, лейтенант Джон Эггера. Позднее, в ноябре, во время случайного срабатывания катапульты на земле, погибает лейтенант Шон Каннхен. Эти несчастья напоминают нам о том, что красота авиашоу порой имеет слишком высокую цепь. И стоит поблагодарить летчиков Red Arrows за их мужество и филигранное мастерство. Редактор субтитров А.Семкин В небе аэродрома Раменское вертолет К-52 «Аллигатор». Его пилотирует летчик-снайпер, подполковник Сергей Бакин. Генеральный конструктор фирмы КАМОВ Сергей Михеев так объясняет название вертолета. Образ «Аллигатора» как нельзя более кстати подходит к этой машине, действующей в выжидательно агрессивной манере хищника. Действительно, вертолет имеет современное навигационное и прицельное оборудование, позволяющее подкараулить противника и в сложных метеоусловиях, и ночью. Мощное вооружение включает сверхзвуковые противотанковые управляемые ракеты «Вихрь», унифицированные контейнеры с пулеметным и пушечным вооружением, неуправляемые авиационные ракеты, 30-мм пушку. Этот вертолет впервые в мировой практике оснащен ракетами класса «Воздух-воздух». Размещение летчиков в кабине по схеме «бок-обок» упрощает взаимодействие членов экипажа К-52. Оба пилота при необходимости могут взять на себя управление вертолетом и оружием. На «Аллигаторе» установлена уникальная система аварийного покидания, которая обеспечивает спасение двух членов экипажа практически во всех критических ситуациях. На базе К-52 создается корабельный боевой вертолет. Им будут оснащены десантные корабли типа «Мистраль». К аэродрому подходит очередная группа самолетов военно-воздушных сил России. Перед нами звено новейших учебно-боевых самолетов Як-130. На этой машине установлена система, которая позволяет имитировать летно-технические характеристики различных типов российских и иностранных боевых самолетов. В перспективе Як-130 должен полностью заменить устаревший парк самолетов чехословацкого производства Л-39. Ведущий звена — военный летчик первого класса полковник Сергей Нестеренко. В воздухе фронтовые бомбардировщики Су-24М. Они представляют авиационную группу Липецкого авиацентра. Самолеты выполняют проход в правом пеленге на высоте 300 метров на скорости 700 км в час. Су-24М — фронтовой бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла. Предназначен для ведения боевых действий в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью на малых и средних высотах. Современная модернизация прицельного комплекса значительно повысила точность применения оружия во всем диапазоне маневренных возможностей самолета. Ведущий группы — летчик-снайпер-полковник Эдуард Занчузин. Подходят тяжелые истребители-перехватчики МиГ-31 из авиабазы «Савослейка». Этот уникальный перехватчик способен одновременно обнаруживать и сопровождать до 10 целей противника, находящихся на удалении до 200 км, и наносить ракетный удар сразу по четырем из них. По своим высотно-скоростным характеристикам МиГ-31 не имеет аналогов в мире. Ведущей группой — военный летчик первого класса подполковник Алексей Павлушкин. В небе над аэродромом звено новейших фронтовых бомбардировщиков Су-34. Самолет предназначен для нанесения мощных и точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в его оперативно-тактической глубине. Но благодаря наличию ракет класса «Воздух-воздух» Су-34 может принять воздушный бой и с истребителями противника. В декабре 2011 года первые шесть самолетов прибыли на авиабазу «Воронеж». В период до 2015-го в военно-воздушные силы должны поступить еще 70 бомбардировщиков данного типа. Ведет группу летчик первого класса капитан Владимир Градусов. Взлетает М-55 «Геофизика» — высотный дозвуковой самолет наблюдения. Эта машина выполнила свой первый полет летом 1988 года. Аэродинамическая компоновка и двигатели позволяют ему совершать длительные полеты на высоте более 20 километров. Он может использоваться для наблюдения за стратосферой, экологического мониторинга, фото- и радиолокационного картографирования, а также для выполнения других задач в интересах обороны и науки. В декабре 2011 года М-55 участвовал в испытании спутникового оборудования для Европейского космического агентства. Полеты совершались ночью с территории Швеции за Полярным кругом. Пилотирует самолет Герой России заслуженный летчик-испытатель Олег Щепетков. На высоте 100 метров к аэродрому подходит группа из 10 вертолетов. Первыми в боевом порядке Клин проходит 5 машин. Впереди Ми-26. Крупнейший в мире серийный транспортный вертолет. В его кабине ведущие группы летчик 1-го класса полковник Дмитрий Зипир. Рядом 4 военно-транспортных Ми-8. Эти вертолеты широко используются для выполнения множества гражданских и военных задач. Следом вправо пеленги пара боевых ударных Ми-35. Они предназначены для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, десанта и эвакуации раненых. Замыкают группу 3 легких многоцелевых вертолета «Ансад-У». Эти машины предназначены для доставки грузов, перевозки пассажиров, проведения поисково-спасательных операций и для первоначального обучения. К аэродрому подходит четверка истребителей МиГ-29. Самолеты пилотируют летчики 185-го центра боевой подготовки и боевого применения, расположенного в городе Астрахань. Они покажут эпизод маневренного воздушного боя в сомкнутых боевых порядках на предельных режимах пилотирования. Ведущий обороняющейся пары — летчик 1-го класса подполковник Александр Севряков. Ведущий атакующей пары — летчик-снайпер полковник Алексей Радько. Обороняющаяся пара занимает район воздушного боя и приступает к визуальному поиску противника. Атакующая пара выходит в район воздушного боя. Первая пара, обнаружив атаку противника, с целью выхода из-под удара выполняет пространственное маневрирование на предельных параметрах пилотирования. Двигатели — полный форсаж. Перегрузки достигают от 7 до 9 единиц. Диапазон высот ведения воздушного боя — от 100 до 800 метров. Самым сложным видом боевого применения авиации является высокоманевренный воздушный бой, один из основных элементов которого — высший пилотаж. Используя различные тактические приемы, Летчик-истребитель строит модель воздушного боя таким образом, чтобы занять выгодные положения для атаки. После этого ему остается только прицелиться и нажать гашетку. Пропускаем в основу. Сверху! 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 Внимание! Сверху! 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 Добавляй! Пошло в узел! Болю вправо! Открыть! Не распроиз! Сверху! 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 Преключаем! Преключаем! Конец задания! Всех праздников! До страхов! Преключаем! Преключаем! Выступает бело-червоный искры. Бело-красные искры. Пилотажная группа, представляющая военно-воздушные силы Польши. Группа была сформирована в 1969 году. Первоначально команда носила название «Ромбек» и летала на четырех реактивных самолетах польского производства ТС-11 «Искра». В 1991-м название команды изменили на «Пилотажная группа искры», а самолеты окрасили в цвета польского флага. В 2000-м году изменилось и название группы на «Белокрасные искры». В настоящее время пилотажники летают на семи машинах. Показательная программа «Белокрасных искр» включает в себя довольно сложные маневры. Летчики совершают перестроение в процессе выполнения пилотажных фигур в плотном строю, что в авиационном мире считается высшим уровнем мастерства. «Белокрасные искры» – желанные гости многих престижных авиационных праздников. «Цв nine-тьر» – желанные гостининг! «Белокрасные искра»! «Цв eight-ть Ninja» – железо! Субтитры создавал DimaTorzok К аэродрому приближается смешанная группа самолетов оперативно-тактической авиации. В ее составе 10 машин. Главная ударная сила группы — четверка многофункциональных авиационных комплексов Су-34. Ее прикрывает звено истребителей Су-27 и пара МиГ-29. Такой строй называется «тактическое крыло». Ведет группу начальник Липецкого авиацентра, заслуженный военный летчик России, генерал-майор Александр Харчевский. Смешанный боевой порядок разнотипных самолетов на экранах локаторов противника наблюдается как одиночная воздушная цель. Поэтому вражеские истребители при атаке этой группы получат неожиданный отпор от самолетов прикрытия. От смешанной группы отделяется пара истребителей МиГ-29 для демонстрации элементов высшего пилотажа и ближнего воздушного боя. Они выполняют отстрел тепловых ловушек для срыва наведения ракет противника. Пилотируют самолеты. Заслуженный военный летчик России полковник Сергей Прокофьев и летчик первого класса подполковник Олег Киллес. Отличительная черта пилотажа липецких летчиков — это энергичность. Выполнение маневров на режимах, близких к ограниченным для самолета, с перегрузками до 8 единиц и с дистанцией между самолетами 2-3 метра. Летчики также выполняют сложные приемы встречного пилотажа, такие как зеркало, встречный нож и встречная бочка. Звено Су-34-х подходит к аэродрому и выполняет эффектный распуск. Программу высшего пилотажа на Су-34 и тактические приемы одиночного воздушного боя демонстрирует генерал-майор Харчевский. В составе экипажа штурман первого класса подполковник Сергей Мучин. Су-35 предос rhoи силы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие ветераны военно-воздушных сил, уважаемые гости, от имени пилотажной группы «Соколы России» поздравляю вас с 100-летним юбилеем военно-воздушных сил России. Ура! Подходит звено суд 27-х пилотажной группы «Соколы России» Липецкого авиацентра. Летчики покажут тактические приемы маневренного воздушного боя истребителей. Ведущая звена – летчик-снайпер-полковник Александр Гостев. Самолеты выполняют энергичные маневрирования с целью осмотра зоны воздушного боя и далее размыкаются на пар. В процессе боя местоположение пар в группе периодически меняется для постоянного визуального контакта и просмотра задней полусферы друг друга с целью исключения атаки противника. Ближний воздушный бой, как правило, завязывается при встрече с противником в передней полусфере. Сейчас имитируется дуэльная ситуация на встречных курсах. Задача каждой из пар – занять выгодное положение для применения оружия. Атакующая пара истребителей выполняет вертикальный маневр. Обороняющаяся пара выполняет пространственный маневр в косой плоскости. Атакующая пара истребителей, выполнившая вертикальный маневр, получила тактически выгодное положение для атаки в заднюю полусферу и создала условия для применения оружия. Обороняющаяся пара для срыва атаки выполняет размыкание, ведомый уходит из-под удара маневром узел и сам занимает тактически выгодное для себя положение с последующей атакой атакующих истребителей. Аналогичный маневр выполняет и ведомый атакующий пара. Летчики могут выполнять несколько аналогичных атак до тех пор, пока реально не будет применено оружие атакующим истребителям. Сейчас перед ведущим группой обороняющихся стоит задача заставить атакующих выйти на критические углы пилотирования. В данном случае ведущий обороняющихся принял решение на выполнение маневра колокола. Его ведомый тоже выполняет колокол, тем самым они вынуждают атакующих выйти на нулевые скорости. Избегая выхода на эти критические режимы, атакующие сваливаются вниз, не успевая при этом применить оружие. Уходя вниз, они подставляют себя под удар обороняющихся истребителей. Получив тактически выгодное положение для выполнения атаки в заднюю полусферу, пара обороняющихся истребителей выполняет прицеливание и условный пуск ракет. Воздушный бой выиграл. И напоследок звено Су-27 снова соединяется для демонстрации группового пилотажа. В полетном порядке «Ромб» соколы России выполняют комплекс фигур высшего пилотажа на минимальных интервалах и дистанциях. КОНЕЦ 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 Выступает пилотажная группа ВВС Финляндии «Миднайхокс». Полуночные ястребы. Командир ястребов капитан Полли Ваатайм. Официальная история группы берет свое начало с 97-го года, когда пилотажники впервые выступили с именем полуночные ястребы. Может показаться странным, что в названии группы присутствует слово «полночь», то есть время суток для авиации не очень комфортное, тем более для летчиков-пилотажников. Но этому есть свое объяснение. Ведь Финляндия — страна белых ночей. По традиции 22 июня ровно в 12 часов ночи на авиабазе, где базируются ястребы, проводится авиашоу. Отсюда и название группы. Самолеты, используемые группой, — обычные строевые ходки. Поэтому они не имеют специальной покраски. Под крыльями машин установлены дымогенераторы, которые сжигают смесь керосина и масла для создания визуального эффекта полета. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ведущий группы Дмитрий Самохвалов Правый ведомый Антон Бертутов Левый ведомый Роман Овчинников И в роли хвостового ведомого Ирина Маркова В программе выступления задействованы самолеты Як-52 и Як-54 Учебно-тренировочный самолет Як-52 Используется для первоначального летного обучения молодых пилотов в системе ДОСААФ Як-54 предназначен для подготовки летчиков-спортсменов И участия в соревнованиях по самолетному спорту Групповой пилотаж на поршневых самолетах Имеет свои характерные особенности Например, небольшие скорости, малые радиусы разворотов Зона показательной программы умещается в квадрат полтора на полтора километра Самолеты предстают перед зрителями, что называется, как на ладони Каждая пилотажная группа имеет свой неповторимый стиль выступления Четкость и уверенность в управлении Минимальные дистанции между самолетами Невероятные фигуры Все это фирменный стиль летчиков группы «Первый полет» Каждая пилотажная группа «Первый полет» Взлетает российский многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50 Созданный в ОКБ Сухова Следом взлетает новейший многофункциональный МиГ-2 «Первый полет» В кабине истребителя летчик-испытатель Станислав Горбунов Самолет принадлежит к новому унифицированному семейству истребителей МиГ-29 Оно включает в себя многофункциональные корабельные истребители МиГ-29К и МиГ-29К Два очередных варианта этого семейства Одноместный МиГ-29М и двухместный МиГ-29М-2 Они имеют аналогичную корабельным МиГом конструкцию планера Но лишены механизма складывания крыла и посадочного гака Эти модификации являются принципиально новыми машинами Они имеют большую дальность полета, современное бортовое оборудование, увеличенную боевую нагрузку и расширенную номенклатуру бортового вооружения В воздухе к истребителю Т-50 присоединяется МиГ-29М-2 Машины совершают проход над аэродромом, а затем уходят на роспуск Т-50 также известен по аббревиатуре ПАКФА Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации Машину пилотирует герой России заслуженный летчик-испытатель Сергей Бондон Отличительными чертами самолета пятого поколения являются малая заметность, крейсерская сверхзвуковая скорость и высокая интеграция систем управления Впервые опытный самолет поднялся в небо 29 января 2010 года в Комсомольске на Амуре В настоящее время в испытаниях участвуют уже три машины В августе на втором экземпляре, который участвует в празднике были проведены летные эксперименты по дозаправке в воздухе На третьем прототипе начались испытания бортовой радиолокационной системы с активной фазированной антенной решеткой В конце 2012 года к программе летных испытаний должен присоединиться четвертый опытный образец ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Взлетает учебно-боевой Як-130. В кабине самолета летчики-испытатели ОКБ Яковлева, Василий Севастьянов и Андрей Воропалев. Они показывают комплекс фигур высшего пилотажа на самолете с полным составом вооружения. Самолет выбран в качестве базового для подготовки летчиков ВВС России. Як-130 позволяет на самом современном уровне обучать пилотов для боевых машин 4-го и 5-го поколения. Як-130 отличается совершенной аэродинамикой и большой тяговооруженностью, что позволяет ему летать на режимах, свойственных современным и перспективным боевым самолетам. Государственные испытания самолета успешно завершены в декабре 2009 года. С февраля 2010 года самолеты поступают на вооружение российских ВВС. Показательная программа праздника «Общее небо» подходит к завершению. К аэродрому приближаются долгожданные русские «Витязи» и «Стрижи» в совместном строю «Ромб». Уникальность этого строя заключается в том, что в его составе самолеты разных типов. Пятерка Су-27 и четверка МиГ-29. Масса каждого истребителя Су-27 около 25 тонн, а МиГ-29 — 16 тонн. Такие тяжелые машины крайне сложно удерживать в едином строю, при этом сохраняя дистанцию от крыла к крылу зачастую в считанные метры. «Витязи» После распуска «Девятки» свое выступление начинает пятерка русских «Витязей». Командир «Витязей» — военный летчик первого класса подполковник Андрей Алексеев. Эта группа была создана в апреле 91-го из высококлассных военных летчиков авиабазы «Кубинка». Уникальность «Витязей» заключается в том, что это единственная в мире пилотажная группа, летающая на тяжелых истребителях. Русские «Витязи» — постоянные участники авиационных праздников и авиасалонов как в России, так и за рубежом. Над аэродромом в строю «Пеленг» проходит четверка стрижей. Летчики салютуют зрителям отстрелом тепловых ловушек. Ведущей группы — военный летчик первого класса подполковник Валерий Морозов. Так же, как и «Витязи», стрижи родом с аэродрома «Кубинка». Группы выступают на легких истребителях МиГ-29. Окраска машин включает в себя стилизованное изображение стрижа на верхней и нижней поверхностях самолета. Уникальные технические возможности этого самолета дали новый импульс развитию высшего пилотажа. Особенности конструкции машины позволяют летчикам выполнять такую нехарактерную для реактивного самолета фигуру, как «Колокол». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что не посвященным кажется лихостью, воздушной акробатикой и игрой на грани жизни и смерти, на самом деле строжайший экзамен, который в каждом демонстрационном полете держит летчик и его машина на глазах у многих специалистов мира. Мастерство всех пилотов, участвовавших в великолепном празднике 100-летия ВВС, аккумулирует и опыт нескольких поколений талантливых авиаторов и неустанное стремление к совершенству, к новым достижениям в сложном искусстве пилотирования. Вновь в воздушном пространстве аэродрома «Раменское» уникальная группа с изображением числа 100. В одном строю летчики из Астрахани, Краснодара и Курска. В грандиозном авиашоу приняли участие представители почти всех авиационных баз России и десятки зарубежных участников. От организаторов и руководителей полетов потребовалось невероятное напряжение, чтобы выдержать четкий график прохода авиатехники. И с этой задачей они справились на пять. Завершает авиационную программу девятка самолетов Су-25БМ. В вечернем небе они оставляют дымный след триколора российского флага. Каждый участник этого праздника от авиатехника до генерала без преувеличения вложил в него частицу своей души. Почти восемь часов непрерывного полета стали наилучшим подтверждением боеготовности российских военно-воздушных сил. Полет, начавшийся сто лет назад, продолжается и поныне. Впрочем, как говорят сами пилоты, сто лет – полет нормальный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok